Привет! Ну что, вы по какой-то причине решили купить себе комплект акустических систем домой. И из того, что я видел и слышал за последние несколько лет, очень многие сталкиваются с тем, что вы пришли в магазин, в лучшем случае там есть шоу-рум, в этом шоу-руме посмотрели, послушали, выбрали себе систему, которая вас устраивает по звуку, по дизайну. И вроде все классное все ништяк и звучало оно замечательно. Приволокли все домой, поставили и звук полный говно. И что с этим делать непонятно, и почему оно так изменилось непонятно. Вот я хочу сейчас попытаться объяснить в чем причина, и как с этим вообще бороться, и можно ли с этим бороться. Ну представьте, есть у вас какое-то помещение, вот предположим вот такое. Для жизни вроде как ничего, но как в нем расставить аппаратуру, это вопрос еще тот, потому что здесь очень много стекол, очень много кафеля, и, подозреваю, гипсокартона тоже здесь немало. И все это никак не улучшает звучание акустической системы. Особенно, если стоит она неправильно, или поставить по-другому более правильный вариант, он просто невозможен. Потому что квартиры и дома все, как правило, делаются для того, чтобы поставить диван, холодильник, что-нибудь еще. В последнюю очередь купается и ставится аппаратура. При этом акустическая обработка помещения и правильная расстановка акустических систем и их настройка. Если комната подготовлена правильно, то это дает порядка 60% результата. То есть, если у вас есть возможность сделать так, чтобы перед аппаратурой лежал ковер или она стояла на ковре, это уже хорошо. Если есть возможность повесить плотные шторы, которые не будут давать возможность отражаться звуку от окон и стекол, это тоже хорошо. Но если такой возможности нет, то как раз это решается тем, о чем я расскажу чуть позже. Как вы уже, наверное, поняли, в данном случае комната неправильная настолько, насколько это возможно. и аппаратура стоит так, как получилось. Другого места более удобного тут уже придумать не получается, потому что здесь комната разделена на две части такой барной стойкой. Один из углов это камин и получается, что-то не угол, а какое-то подолье. Между колонками здоровенное окно с одной стороны, сбоку другое большое окно. Что все это дает? Это дает колоссальное количество отражений, первичных, вторичных и все это в итоге смешивается с тем, что вы слышите непосредственно из динамика. Плюс накладываются эти отражения и задержка звучания от колонки справа и от колонки слева, если вы сидите, допустим, вот здесь. Она тоже будет влиять на то, что вы услышите. В итоге та самая амплитудно-частотная характеристика для АЧХ, то, что было отстроено в комнате прослушивания в шоу-руме, когда вы слушали эту акустическую систему в магазине, она будет совсем не такой, как вы услышите это дома. На каких-то частотах получатся всплески, пики, на каких-то частотах будут, наоборот, провалы. Есть еще такое понятие, как моды комнаты. То есть это те зоны в комнате, где образуются стоячие волны. И когда акустика расставлена таким образом, что определенная частота звука пересекается с этой модой, то она либо гаснет, либо, наоборот, увеличивается. Как это посмотреть, посчитать? Я ниже в ссылке выложу калькулятор. Он очень простой для использования и очень удобный. Если АЧХ становится неправильным, мало того, что вы слышите не то, что слышали в шоу-руме, помимо прочего, вы еще начнете уставать от музыки. Есть такое понятие, как акустикал-фатига. И вот этот вот кривой, кривая АЧХ, она бьет по ушам неправильные задержки, неправильная фазировка и импульсно-частотная характеристика. Если они недостаточно, скажем так, идеальны, они заставляют ваш мозг обрабатывать больше информации, чем просто при прослушивании музыки, если все сделано правильно. Соответственно, через 15-20 минут вы просто устанете от прослушивания того, что у вас играет. Неважно, классика это или рок, или что-то еще. Просто мозг откажется вас принимать. И если комната такая, как у нас, каким образом это все изменить? Я сейчас покажу. Итак, есть такие ребята, компания Дирек и Дарек, которые разработали алгоритм улучшающей характеристики именно помещения, а не акустической системы. Что это и зачем это? Во-первых, кто такие эти ребята? Ребята закончили университет Упсалы и появились на самом деле 15 лет назад. И на рынке на сегодняшний день очень много подобных решений, но именно подобных, а не таких. То есть, это делала и компания Denon, и компания Yamaha, и компания Sony, когда у них вместе с их ресиверами шли микрофоны. Ты его поставил, включил, тот что-то там настроил. Как в зависимости от того, где расставлена акустика. И по идее, вроде все должно звучать лучше, но на самом деле не всегда это звучало лучше. Очень часто это звучало вообще еще более ужасно, чем ничего не настраивать. Эти озадачились тем, каким образом действительно привести вот эту амплитудно-частотную характеристику акустической системы. После того, как ты ее поставил в какой-то комнате, если эта комната ухудшает эти характеристики, как сделать фильтры. И они придумали именно эту технологию фильтрации всех этих отражений, ревербераций. Но помимо этого, они добавили туда еще и фильтры, которые позволяют преобразовать импульсную составляющую, и задержку времени, и фазировку. И все это приводит к тому, что, ну да, может быть это в итоге будет не идеальная АЧХ, но, по крайней мере, то количество ненужных звуков, которые у вас есть без этой обработки, оно точно уберет. И вот это то, как выглядит интерфейс. Это уже непосредственно процессор, который установлен на компьютере. Тут есть два варианта. Можно купить усилитель, который поддерживает этот функционал Direct Live, либо можно поставить на компьютер, если вы воспроизводите с компьютера, но даже еще, наверное, проще. Опять же, это вопрос цены. Самый простой вариант, если это не компьютер, такой прибор от компании Mini DSP, который позволяет загрузить с него пресеты до четырех пресетов с этими фильтрами, то есть в моем случае для двух пар акустических систем и двух усилителей мне как раз будет вполне достаточно этих четырех пресетов, которые дают неплохой, в общем-то, результат. Перед тем, как это купить, я проверил, поставив этот софт на компьютер и сравнив, как это звучит с этими фильтрами и без них. Но для того, чтобы настроить все эти фильтры, еще вам потребуется в идеале вот этот микрофон. В моем случае это OmniMic, вторая версия. У компании DSP это Unique, также первая или вторая версия. Плюс у меня он стоит еще на такой стойке, чтобы в руках его, понятно, держать. При этих измерениях не очень удобно. И достаточно длинный кабель USB для подключения к компьютеру. Само измерение займет, думаю, максимум минут 20-30. За это время делается несколько тестовых сигналов в разных точках, где устанавливается микрофон. И после этого на сервере удаленно этот алгоритм DirectLife высчитывает те фильтры для того, чтобы привести характеристику, блютудно-частотную характеристику ваших акустических систем к близкому, к идеальному для вашего помещения. Дайвайс очень удобный, достаточно компактный. У него есть пульт для полного счастья, который позволяет выбрать один из этих четырех ресетов, которые были записаны. Можно включить или отключить функцию DirectLife для того, чтобы иметь возможность послушать с фильтрами и без, как это звучит. Плюс сама эта коробка, она делается у них в трех вариантах. Помимо цифровых входов, которые здесь сзади, и соединения по Bluetooth, которые, кстати говоря, продвинуты, это LDAC, у них есть еще разные варианты выходов. В данном случае это аналоговые выходы и аналоговый вход. Есть также балансные выходы и балансный вход. Есть цифровые выходы. В зависимости от того, каким образом и как это интегрируется в вашу систему, можно за одни и те же практически деньги составлять порядка 50 евро приобрести вот такое вот хозяйство. Ну и последнее, что я хочу сказать, что не забывайте об одном. Помимо акустической обработки помещения и всех вот этих улучшайзингов, которые можно сделать тем или иным способом, можно потратить 1000 евро на коврики, шторы и какую-то еще дополнительную обработку помещения, повесить панели, диффузоры и так далее. Можно купить вот такое устройство и пытаться решить проблему комнаты путем вот этих фильтров. Но что бы вы ни делали, если у вас исходный источник, то есть музыкальный материал, будь то винил, будь то цифровой материал, который проходит через преобразование из диджитал в аналог, доследует источник на говно, то система, какая бы она ни была, будет воспроизводить именно его. Если это хорошая система, правильно настроенная, при том, что исходный материал крайне поганый, хорошая система будет усиливать эту поганность и все, что записано не так, вы услышите еще лучше, еще сильнее и удовольствие это не принесет. А если система говно, то при воспроизведении того же самого, но она будет звучать просто погано. А если материал хороший, то плохая система опять же будет звучать погано. Поэтому задумайтесь в первую очередь над тем, что вы слушаете и в каком качестве записано. Ну, пока что все. Какие вопросы будут, пишите, я постараюсь про это рассказать.